В Брестской Церкви верим, что ничего просто так не происходит в жизни нашей, если мы служим великому Богу. Аминь. Очень приятно, радостно видеть ваши лица. Вижу, что вы желанием пришли в Дом Божий. Вижу, что вы не просто по обыкновению действительно ошли, чтобы искать Его лицо, чтобы поклониться Ему, чтобы взыскать Его, найти Его, чтобы слушать Его Святое Слово. Аминь. Мы будем читать Священное Писание, перед нами участие в заповеди Божьей. Я хочу, чтобы мы немножко порассуждали о Нем, о себе и о наших отношениях с Ним. Аминь. Вы знаете, все хорошее в жизни нашей, оно приходит от Господа, несомненно. И Он оставил для нас Свое Святое Слово, и мы счастливые люди, что мы имеем вот это Слово, и мы можем читать это Слово. И я верю, что мы ценим Его Слово. Аминь. Потому что если бы взять, например, забрать из жизни нашу Библию, нам бы очень сложно было и очень тяжело. А так мы имеем большую привилегию каждый день, конечно же, если какие-то усилия прилагаем. Можем вникать в Его Слово, можем наполняться Его Словом, можем учить Его Слово и позволять Его Слову менять нашу жизнь к лучшему. Аминь. Вы знаете, есть большая опасность, ну, наверное, нас, проповедников, читать Библию для кого-то. Вот читаешь, потому что тебе нужно проповедовать, и проповедовать нужно долго, и ты читаешь, ну, как-то, чтобы не быть пустым человеком. Я думаю, что в Бресте, конечно же, такого нету. Несомненно, в Бресте каждый человек читает Библию для себя. Аминь. И вы знаете, что вначале вот Бог говорит нам через свое, ну, как бы, через страницы Священного Писания, учит нас. И когда вот состояние сердца человека такое, что вот он смотрит Библию, читает Библию, видит, что надо менять в жизни, прилагает какие-то усилия, Бог меняет его жизнь, Бог очищает его жизнь, освящает, освобождает, ну, делает стойким христианином, непоколебимым, способным взять на себя еще какую-то ответственность, какую-то ношу, ну, идти Божьим путем, служить ему. Вы знаете, ну, правда заключается в том, как ты говорил о том, что не всегда так в жизни нашей, наверное. Иногда мы читаем Библию, читаем Слово, видим, как надо, что надо, мы не противимся, нет, мы соглашаемся с Его волей, с Его Словом, соглашаемся, что так верно, так правильно, как написано, но не спешим что-то поменять в жизни нашей. Мы согласны, но мы не спешим. Ну, а Бог начинает жизнь нашу, как-то приводя в порядочек, помогать нам. Написано в Библии, не хочу смерти, там сказано грешника, но чтобы грешник спасен был. И пусть это не смутит никого, потому что, ну, написано о Сыне Божьем, что Он спасет людей своих от грехов, их. И в этом заключается правда. И написано в книге Откровения такие слова, что святой чем должен еще заниматься? Освящаться еще. И мы хорошо понимаем, что тот момент, когда мы помолились молитвой о покаянии, Бог только начал свою работу в наших сердцах, в нашей жизни. Он начал все выравнивать и все расставлять на свои места. Слава нашему Господу! Вы знаете, что, ну, нельзя было в том состоянии остановиться. И Бог вел каждого из нас вперед и дальше ведет. И я верю, что и дальше будет вести. Сказано, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Слава нашему Господу! А нам с вами написано, нужно поспешить к совершенству. Забывая заднее, стремиться вперед, стараться вот идти Божьим путем. И вот одно состояние человеческого сердца. Читает слово, видит, соглашается, исполняет, имеет Божье благословение. Другой читает, я уже говорю, ну, не спешит особо. И Бог начинает помогать через людей. Помните, написано, посадил человека на голову нашу, ввел в огонь и в воду, и потом вывел на свободу. Не хотел Бог, возможно, чтобы так было. Но видишь, что иначе никак. И начинает вот то же самое слово, ложить в мое, в твое сердце, через людей. Ну и мы такие люди, что иногда можем и человека поставить, ну, как-то на место, что называется, или же указать ему его место. А Бог дальше хочет, чтобы начатую работу во мне и в тебе произвести до конца. И Он начинает говорить в мою или твою жизнь вот это слово через обстоятельства. И тут уже ничего не поменяем, ничего не подвинем. Какое-то время, какой-то отрезок, определенный небом. И его надо, что называется, пройти, открыться, согласиться. Господи, Ты начал свою работу. Произведи ее до конца. Я соглашаюсь с Тобой. Я благословляю Твое имя. Я принимаю Твою волю. Ты знаешь, что лучше для меня. Аминь. Блажен читающий, слушающий, исполняющий слова вот этого священного Писания. Послание филиппийцам, вторую главу будем читать, с третьего стиха и немного ниже. Филиппийцам, вторая глава, с третьего стиха и ниже. Написано знакомый текст, знакомое место Писания. Читаем. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрю. Почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И дальше, братья, сестры, возлюбленные Господом, написано о Нем. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Даже написано, не унизил, уничижил. И это Он сделал добровольно ради меня и ради тебя. Представь себе, я однажды, когда понял это, что, называется, дошло, что если бы я один был на этой земле, Он бы все равно оставил славу неба. Он бы все равно пришел на эту землю ради того, чтобы спасти тебя и меня. Слава нашему Господу. И Он не изменяется. И Он не изнемогает. И читаем, разум Его неисследим. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. И сказано, Он сильный, чтобы спасать. И Он великий пример для каждого из нас. Слава нашему Господу. Написано, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба. Сделавшись подобным человеком и по виду, стал как человек. Смирил себя. И был послушан до смерти. Даже до смерти и смерти крестной. Я не думаю, что до конца мы когда-то поймем вот эти стихи, вот эти строчки, что я сейчас читаю. Не думаю. Не здесь на земле. Не там вечности. Потому что мы люди, мы творение. Мы сотворены Богом. А Он творец. Представь себе. Творец стал творением. Не дано нам этого понять. Мы только соприкасаемся к этой важной истине, к этому откровению. И в нас большая благодарность Богу. Боже, Ты не гнушал со мной. Ты не прошел мимо меня. Хотя Ты вполне мог это сделать. Потому что по нашим делам, по моим делам я заслужил только одно – смерть. Но Ты не прошел мимо меня. Когда моя жизнь была в грехе, в болоте, Ты не боялся вымазаться мной. Ты подал мне руку помощи. Ты поднял меня. И Ты сказал, иди и больше не греши. Слава нашему Господу. Он не вспоминал наши грехи. И сейчас этого не делает. Он не вспоминал наши беззакония. Он простил нас. Он сильный. Понес немощи нас, бессильных. И здесь написано ниже посему, и Бог превознес его. И дал ему имя выше всякого имени. Дабы пред именем Иисуса склонилась всякая колена. Небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос. Славу Бога Отца. Аминь. Обращаем внимание на 5 стих. «Ибо в вас должны быть, должны быть, те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Вы знаете, тут не оставлено для нас выбора, да, что вот могут быть, а могут не быть. Написано «должны быть во мне и в тебе его чувствования». Сказано «в нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе». Ну и говоря об этом, конечно, неплохо бы знать нашего Господа. Неплохо бы его познавать, потому что, ну вот иногда мы видим, в наше время особенно, ну много есть хороших, прекрасных, ну благословенных Богом людей, которые проповедуют Слово Божье, слава Богу за них. Ну есть вот, иногда ты слушаешь какое-то слово, какую-то речь, какое-то учение, ты видишь, что человек обочину хватает. Опасную для жизни человека, христианина, обочину. Одна обочина – это такое вот, ну, понебратство, когда человек так вот, ну, между прочим, с Богом, ну вот ты и так дальше. Обочина. Он великий, он славный. Аминь. Другая обочина, когда люди пугают Богом. Пугают, пугают, пугают. И эта религия тоже, наверное, ничего хорошего нет. Ну, два слова скажу, буквально несколько слов по поводу страха Божьего. Конечно же, он должен быть в сердце каждого из нас. И сказано, что кто имеет его, всегда будет доволен. И зло его не постигнет. Аминь. Но страх Божий, он крайне полярно отличается от какого-то, ну, чуждого, животного страха, если так можно выразиться. Аминь. Нам нужен страх Божий. Но мы не запугиваем людей Богом. Когда-то, помню, читал, уже не помню книгу, Джон Бивер писал, что, говорит, зашел однажды в тюрьму и там, ну, разговаривал с людьми осужденными на пожизненно. И, говорит, я начал им свидетельствовать, начал им проповедовать. И, говорит, один подошел ко мне и сказал, что я тоже знаю Иисуса. Я тоже верующий. И, говорит, я у него спрашиваю, а когда ты перестал любить Иисуса, что ты находишься здесь? Говорит, он мне ответил, знаешь, я никогда его не переставал любить. Никогда. Я перестал его бояться. И поэтому я нахожусь здесь. Аминь. У нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И вот, читая Слово, вникая Слово, наполняя Словом Божьим, мы смотрим, видим его красоту. Мы видим его любовь. Мы видим, какой он. Я помню, мы когда учились в семинарии, 99-й год, и мы там такую хорошую песню пели, как сейчас, помню, один стих, что на нас лежит им пережитое страдание, и кровь его над нами словно щит. И открывая доброе Евангелие, сливаясь с ним, мы учимся любить. Вы знаете, только сливаясь с ним, мы учимся любить. Только соединяясь с ним, мы начинаем его познавать. Мы начинаем познавать, кто он. И он открывается нам. Вы знаете, когда Бог призывал одного молодого человека по имени Саввел, мы читаем деяния святых апостолов, то я скажу, что Саввел умный был, потому что задал Богу два вопроса, крайне жизненно важных. Первый он спросил, кто ты, Господи? А второй спросил, что повелишь мне делать? Вы знаете, иногда люди вот идут, идут Божьим путем даже, и они не находят ответы на эти вопросы, потому что не задают их Богу. Кто ты, Господи? Кто ты? И Бог желает, чтобы мы его познавали. И знаете, Бог желает нам открываться, и Он это делает просто и свободно. Когда человек открывает сердце для него, соединяется с ним, наполняется его духом, его благодатью, Бог открывается, Бог показывает свою сущность, свою суть. И, конечно же, свои чувствования. Аминь. Я помню, как-то был у вас в церкви давно уже, и, наверное, рассказывал такой случай, кто-то из проповедников сказал такие слова, что человеку познать Бога то же самое, что муравью выпить Тихий океан. То мы понимаем то, что Бог, Он еще больше, а человек еще меньше в сравнении с Богом. Сказано, что небеса, небес его не вмещают. Вмещают. Сказано, что небо – это престол его, а земля – это только подножие ног его. Аминь. Представляешь, великая, большая вселенная. Большая, большая такая, что разум отказывается воспринимать, когда начинаешь думать о масштабах этой вселенной. И Бог не то, что потерялся во вселенной, Он как бы обволакивает собой эту вселенную, она его не вмещает. И Он является нашим Отцом. Слава нашему Господу. Мы читаем Библию, и мы видим, что для Него нет ничего невозможного. Ему нет подобного. Он царь царствующих, Господь господствующих, Альфа и Омега, начало и конец, и самое главное – Он Отец наш. Слава Господу. Не у всех из нас были отцы. Так случилось. Мы много потерпели в жизни неприятности из-за этого, особенно когда детьми были. Но пришло время, когда Он нас призвал из тьмы в свой чудный свет, назвал по имени и говорит, «Я твой Отец с этого мгновения. Ничего не бойся. Начатую жизнь храни до конца». И Он сказал такие слова, «Сея с вами во все дни до скончания века не оставит, не покинет, никогда не даст поколебаться праведнику. Вчера, сегодня, во веки тот же. Не изменяется, не изнемогает. Разум его неисследим. Это наш Господь. Аминь». Мы читаем о том, что на льна курящего не угасит. Слава нашему Господу. Он трость и надломлено не переломит. Слава нашему Господу. И так же, вы знаете, когда они однажды плыли в лодке, буря, шторм были великие, Иисус уснул. Ученики, написано очень сильные, ну, испугались. Начали будить Его наставник, «Спаси, погибаем» и так дальше. Он встал. Ни ноты сомнения, ни грамма испуга. Мне кажется, он смотрел в центр этой бури и сказал, «Умолкни и перестань». И стала великая тишина. Слава Богу. Это наш Господь. Вы знаете, когда мы имеем общение с Ним, соединяемся, живем им, движемся им, дышим им, существуем им, приходит Его чувствование, приходит Его мир, приходит Его покой, конечно же, Его любовь. Кто-то сказал о том, что генералы не бегают. Две причины есть. Потому что в мирное время это вызывает смех, а в военное время это вызывает панику. Я хочу сказать, что дети Божьи, они тоже ведут себя достойно. Как бы ни было, что бы ни было, над всем наблюдает Господь, и все в руке нашего Господа. Аминь. Он хранит нас, Он оберегает нас, Он благословляет нас. Мы ложимся, спим, отдаем своей жизни, своей семье, дома в Его руки. И Он оберегает жизнь каждого из нас. Вы представляете? Было такое время, помню, в жизни, дети маленькие были, и так переживаешь, что все было хорошо. И Бог учить начал, что ты не всегда их вот так сможешь сохранить. Далеко не всегда. А Я смогу всегда. У нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вы знаете, есть один такой из апостолов, мы читаем апостол любви, Иоанн звали его. И вот так более категорично и прямо, никто не говорил, как он. Вот он говорит, что, кто говорит, что пребывает в нем, в нем то есть в Боге, тот должен поступать так, как он поступал. Аминь. Сегодня много-много людей говорят о том, что мы пребываем в Боге, мы знаем Бога. А слова, ну, не очень такие. А жизнь не очень такая. А поступки не очень такие. Правда же? Иоанн пишет, кто говорит, что пребывает в нем, знает его, тот должен поступать так, как он поступал. Господи, помоги каждому из нас. И тот же Иоанн пишет, что, вы знаете, настолько называл вещи своими именами, говорит, вот если человек себя так-так ведет, значит, он от Бога. Если вот так-так себя ведет, значит, он от дьявола. Апостол любви. Искренны, укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего. Я помню вот в то время, когда, ну, каждый из нас, наверное, пришли к Богу, покаялись, перед Ним мы хорошо запомнили золотой стих Библии. Ну, это Иоанна 3,16. И также то, что мы запомнили, что Бог есть любовь. Аминь. Для кого-то из нас вот так вот жизнь, ну, может быть, длилась. Вначале мы просто понимали, что в жизни наша есть Бог. Бог с маленькой буквы. И написано в Библии, что много Богов и Господь много. И мы служили этим Богам с маленькой буквы. Если бы наш Господь наш не помиловал, это скользкий путь, он бы очень печально закончился. Но однажды Бог дал нам покаяние. И мы поняли, что Бог есть. И кто-то остановился здесь. Стал довольным человеком, начал читать Слово, ходить в церковь, идти Божьим путем, и все хорошо. Спасение получил, несомненно. Но кто-то же не успокоился. В себя в учении, в себя в учении, в себя в учении. И делал это часто. И понял, что Бог есть любовь. Аминь. Сказано у него, ну, немного любви, даже не очень много любви. Он есть любовь. Слава нашему Господу. А мы читаем с вами пятый стих, что в нас должны быть, должны быть, те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Первое послание Петра, вторая глава, с девятнадцатого стиха. Петра, почитаем, что написано. Первое послание Петра, вторая глава, с девятнадцатого стиха. Написано, «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Это угодно Богу. Он сам так поступал. А у нас должны быть его чувствования. Я скажу, что это тяжело. Когда только Бог видит твою жизнь, твой путь, и видит, что ты идешь вот каким-то путем узким, и какие-то несправедливости в жизни терпишь. И при этом молчишь, и все отдаешь его святые руки. «То угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро, страдая, терпите, это угодно Богу». Ниже написано, «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его». И дальше опять же написано о Нем, о нашем Господе. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно и страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, чтобы мы избавились от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились. Слава нашему Господу! Вы знаете, мы обращаем внимание на то, что угодно Богу это, если ты идешь, еще раз повторяюсь, каким-то узким путем и терпишь несправедливости. У нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Помните, знакомое место Писания Евангелия Матфея, 11 глава, 28 стихе ниже, и там так написано очень красиво, что Господь говорит, «Придите ко мне все». Это удивительно, это отдельная тема есть, что говорит, «Придите ко мне все». Кому тяжело, трудно, больно, сложно, одиноко, тоскливо, приходите ко мне все. Он всех призывает к себе. Вы знаете, это значит одно, что Он силен помочь каждому из нас. Аминь. И Он сказал, «Придите ко мне все, труждающиеся, обременными, и я успокою вас». И мы пришли к Нему каждое свое время, успокоились. И потом, правда, заключается в том, что какие-то несколько дней прошло, «Я опять того покоя внутреннего нету, как туман он удалился, и опять какое-то эмоции и так дальше внутри, и ты не понимал, что такое. Ты покаялся, ты начал Библию читать, но вот опять какая-то ситуация колючая, и экзамен не сданный. Почему? Потому что там написано ниже, говорит, «Научитесь от меня». Чему? Бесов изгонять, больных исцелять, мертвых поднимать. Или нет? Нет. Все это будет, все, ну, когда на своем месте все будет хорошо. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Тогда и только тогда найдете покой душам вашим. Аминь!» Он кроток, и он смирен сердцем, а у нас должны быть его чувствования. Аминь! Мать сыновей заведеевых подходит Господу, кланяя из чего-то, просит у него, чтобы два сыночка сели, один с одной стороны, другой, ну, справа и слева. Господь говорит такие слова, говорит, «Вы не знаете, чего вы просите». Вот такие мы иногда можем быть молитвенники, не знаем, чего мы просим. И он говорит, «Там чашу мою будете пить, крещением моим будете креститься, да, но дать сесть, ну, значит, ну, с двух сторон не от меня, а кому уготовано отцом». И дальше говорит, «Очень важные советы и наставления для нас». Говорит, «Князья народов господствуют, властвуют, царствуют, а между вами, да не будет так. Больше из вас, да будет всем слугой, первый из вас, да будет всем рабом». Сказано, «В нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Аминь». Иногда люди ищут служения ради служения, ради погон, если, ну, так, я извиняюсь за прямоту. Я очень мягко скажу, это так сильно не угодно Богу. Он же сердце видит мое и твое. Он душу видит. Он видит наши намерения, Он видит наши мотивы. И Он сказал, «Без Меня не можете делать ничего, и рожденные от плоти есть плоть, а плоть и кровь в Царстве Божьего не наследуют». Поэтому, братья и сестры, утверждаемся в важной мысли. Сын человеческий, написан, не для того пришел, чтобы Ему служили, а для чего? Чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Слава нашему Господу! А в нас должны быть Его чувствования. Ну, я заканчиваю рассуждение, потому что перед нами еще служение хлебопреломления, каких пару минут еще скажу, и мы помолимся. Послание Колосиным, третья глава, ну, тоже знакомое место, знакомый текст. Прочитаю только 13 стих. Написано, «Снисходя, друг другу и прощая взаимно, если кто, на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». В нас должны быть Его чувствования. Здесь написано о прощении. И здесь написано, что мы должны один к одному снисходить. То есть, опускаться ниже, становиться на уровень этого человека. Чтобы мне к вам сейчас не зайти, нужно несколько ступенек, ну, опуститься и стать на одном уровне с вами. Вот это называется снисхождение. И он говорит, снисходя, друг к другу, прощая взаимно, «Если кто, на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Вспоминаем, как нас простил Христос. Мы пришли однажды, мы покаялись, и Он нас простил, слава нашему Господу. И потом нас учит, говорит, «Вова, и тебе нужно научиться прощать». Есть такая хорошая песня, наверное, вы ее тоже поете, и там есть такие слова, что «учись прощать». Естественно, как дышишь, как воду пьешь, как ешь насущный хлеб и так дальше, Бог учит меня и тебя быть человеком не обидчивым, не ранимым, потому что за этой ранимостью очень часто скрывается гордость, я извиняюсь за прямоту, быть человеком отходчивым, что называется. Иными словами, научиться прощать моих ближних и дальних, и всех людей, которые вокруг меня. Аминь. Правда заключается в том, что это правда заключается в том, что я, живя на этой земле, хотя не желая этого, возможно, кого-то обидел, но себя я буду судить по намерениям, а других по действиям. И тут написано, что «снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Ну и перед нашей молитвой. Знаете, у моей жены бабушка была, очень хорошая бабушка, не знаю, рассказывал у вас или нет, каких лет, 8-9 назад похоронили ее, она уже в вечности. Была таким православным человеком, ну, Бога как-то по-своему, вот она почитала, ну, любила, поклонялась ему и так дальше. Мы и свидетельствовали, когда была возможность. И вот ей было 86 лет. 86 лет, и вот она идет дома у себя, падает и ломает вот здесь ногу в этом месте. Называется состав шейки бедра. Вы знаете, вот у молодых людей здесь очень плохо заживает, очень и очень плохо. А человеку 86 лет, и она ломает здесь ногу. Ну, положили ее в больницу, все, слава Богу, за врачей отдельное, слава Богу. Они тоже старались, что-то делали, не что-то, а много делали для того, чтобы помочь. Мы молились Господу. И вы знаете, прошло каких пару месяцев, и о чудо, бабушка встала на две ноги и начала с такой подставочкой вначале ходить, а потом без подставочки начала ходить, двигаться потихонечку. И мы такие довольные были, слава Богу, бабушка ходит. Ну, слава Богу, чудо. Проходит короткое время, и она опять падает, и опять ломает ногу в этом же самом месте. Ее положили в больницу. Я помню, вот, ну, заехал, молиться начали, говорю, Господи, я понимаю, но, наверное, здесь что-то не так. И Бог четко, четко, четко говорит, что говорит, пришло ее время переходить в вечность, а она не готова. И одна из причин большая, глубокая, давняя, старая обида. Православный человек лежит в больнице, в палате шесть человек. Я вот, когда это услышал, ну, я понимаю, как бы, что сейчас, ну, наша ответственность, получил слово, надо его как-то исполнять. Иду в эту больницу, молюсь, говорю, Господи, там шесть человек лежит в палате, все пожилые, все лежачие. Как-то сделай, чтобы можно было с ней поговорить один на один. И вот, ну, на крыльце этой больницы тещу встречаю, у нас с тещей очень хорошее отношение, теща друг человека. И говорю, слушайте, мам, говорю, я вот с бабушкой хочу поговорить. Она неверующая, так как мы понимаем. Говорю, вы как-то обратите внимание людей и остальных на себя, чтобы они не мешали. И она, что называется, понимает, включается. И мы заходим в эту палату, и она обращает внимание людей на себя, начинает с ними разговаривать. Они ее слушают, поддакивают. Я помню, сел на кровать возле бабушки, так наклонился. Она, ясный ум, память, все хорошо было. Говорю, бабушка, молился за тебя. И так коротко, как в телеграме. Говорю, и Бог сказал, что время, но у тебя есть обида. Знаете, она посмотрит так мне прямо в глаза и заплакала сильно-сильно. И говорит, есть. Говорит, есть. И рассказывает, что почти полвека тому назад, больше сорока лет, почти полвека без малого. Говорит, соседка моя сказала на меня то-то и то-то. Говорит, а я никогда так не делала. То есть, вот бабушкин дом, сельская дорога узкая, и дом соседки. И соседка сказала плохое. Говорит, а я никогда так не поступала. Говорит, не могу, говорит, этого забыть. Не могу простить этого. Я сижу, думаю, в таком состоянии вы воспитали деток. В таком состоянии вы поднимали внуков, помогали поднимать. И она говорит, вот ты скажи, что надо будем, что надо делать, то будем делать. Я ей говорю, что молимся молитвы о покаянии, отречении, прощаем, благословляем. И мы все это сделали. Помолились по пунктам. Пару минуток за нее помолился и уехал домой. Вот какое-то короткое время прошло, я не помню, что-то там, недели какие. Может, даже и меньше. Она опять встала на две ноги. Встала на две ноги, братья и сестры, Бог свидетель наш. Встала на две ноги и начала ходить потихонечку. А еще короткое время и она ушла. Аллилуйя! Кто из вас слышал, как ловят обезьян? К пальме, к дереву привязывают сосуд, ну, какой-то глиняный. И там такое тонкое, ну, горлышко. У нее обезьянки сидят, смотрят и ложат у них на виду, ложат туда апельсин и уходят. И любопытная обезьянка подходит, сует туда лапу свою, берет апельсин и пытается доставать руку, и у нее не получается. Потому что надо отпустить апельсин. А смысла не хватает. И она вырывает руку, и у нее не получается. Люди подходят к ней, вот берут уже ее, и она в конвульсии вырывает руку, и у нее не получается. Ну, что надо отпустить. Мы созданы по образу и подобию Божьему. И если надо отпустить, значит, надо отпустить. Аминь. Давайте встанем на ноги, помолимся.